Добрый вечер, дорогие телезрители! Среда, 19.30. В эфире темная студия и ее обитатели, которые сегодня собрались обсудить одну из животрепещущих тем нашего общества. Сегодня, в день космонавтики, состоялась встреча главы республики с главными редакторами республиканских изданий, на котором глава республики выразил свое личное отношение к прошедшему 9 апреля митингу, который изначально был объявлен под экологическими лозунгами, но потом трансформировались в нечто другое. Он сказал, что это, возможно, и его частичная заслуга в том, что люди стали активнее, стали выходить на улицы, заявлять о своих правах, но о том, как и кто использует эту активность, это разговор уже другой. В это мы не будем углубляться, мы попробуем сегодня провести попытку некого анализа со стороны наших коллег-журналистов и тех людей, которые были на митинге, и тех сил, сторонники которых были наиболее активно участвовали в прошедшем митинге. Мы начинаем. И, да, затравочная наша, конечно, часть, это то, что глава выразил свое отношение, коллеги мои не дадут соврать, он сказал, что ничего плохого в этом не видит, оценивает. Да, я только за то, что люди выходят, говорят о своих правах, о своих проблемах, это он оценивает в положительном ключе. И был еще такой момент, когда говорили о примерах конструктивного диалога между, скажем так, оппозиционными силами. Вот пару человек, которые сидят в сегодняшней студии, я провластными, ну, никак не назову, да, Петр Ивольдович, я и вас имею в виду. Еще раз. Провластными я вас не назову, да, то есть КПРФ, это не та сила, которая, да, которая, ну, не является, скажем так, особо лояльной по отношению к действующей власти, да? Ну, надо полагать. Надо полагать, хорошо. И один из модераторов прошедшего митинга, Иван Степанов, который известен по своим организованным мероприятиям, это были различные защиты млеку и Лена, против строительства химзаводов в Заречи, кстати, тема тоже сегодня косвенно, но затрагивалась, да. Об этом мы чуть попозже. Ну, и для начала я бы хотел, чтобы наши режиссеры включили, вот один из аксакалов нашего общества, один из уважаемых людей нашего общества, Ульяна Алексеевна Винокурова, высказала свое отношение. Ульяна Алексеевна, вы на связи? Еще нет. Ну, давайте мы дождемся, когда Ульяна Алексеевна будет на телефонной связи, мы планируем прямое телефонное включение. И давайте для начала, вот ваше личное отношение, вот, касаемо только вот этой темы, да, вот как вы оцениваете то, что сегодня услышали, то, что сегодня озвучила глава? Что глава сказал о митинге? Нет, ваше отношение вот к тому, что глава сказал. Я к коллегам все-таки. Ага, ну, как бы аудитория наша большая, наверное, не все еще прочитали, не все еще услышали, что говорил глава. Он сказал, я только за, что народ Якутии достаточно активный, и когда он действует инструментами гражданского общества в правовом поле, да, выходит на митинги, пикеты, как-то, каким-то образом дает понять свою позицию по тем или иным вопросам, он это только приветствует, да. Он даже сказал, что это частично его заслуга, да? Частично его заслуга. Я бы сказала, что это еще и заслуга наших средств массовой информации, которые уже 20-30 лет работаем на этом поле, да, доносим до людей, ну, разные точки зрения. Если сравнить с другими регионами, то региональные СМИ в Якутии считают достаточно сильные, достаточно независимые, да, и многоголосие СМИ, хор, не согласные хор, а вот многоголосицы, да, позволяют донести самые разные точки зрения, да, и вот то, что гражданское общество есть, оппозиция у нас в Якутии есть, она вышла на митинг, да, и, честно говоря, я вообще не пойму, а в чем проблема, например? Ну, вот вышли они на митинг, например, митинг был, собрались люди, и как вот представитель компартии сегодня Петр Амосов в кулуарах перед эфиром сказал, мы столько митингов провели, компартия, да, и особо не было, чтобы мы обсуждали это в таком формате. А в чем эта фишка вот именно этого, что вот такое внимание к нему? То есть мы невольно создаем некий такой информационный фон, который, возможно, особый ряд ставит. Да, 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 то есть как бы выхлоп, круги, получается, гораздо больше, чем само мероприятие. Можно я сказать? Ульяна Алексеевна, на связи давайте послушаем Ульяну Алексеевну. Ульяна Алексеевна, добрый вечер. Ульяна Алексеевна. Ульяна Алексеевна, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, да, очень рада вас, слышать вас. Вот ваша публикация была в одном из средств массовой информации о вашем отношении к прошедшему митингу. Вот мы с коллегами сказали, что невольно мы, вот, средства массовой информации, создаем некий информационный фон вокруг, ну, может быть, да, обыденного явления, обычного явления, когда граждане выходят на улицу и говорят о своих требованиях, о своих правах. Да, конечно, надо. Вот ваше отношение, вы можете еще раз озвучить, потому что не все читают вот те средства массовой информации, возможно, и мы хотели бы расширить. Ваше отношение, вот то, что вы писали, вы можете еще раз озвучить для наших телезрителей? С удовольствием. Я как социолог могу сказать, что любые общественные процессы имеют место быть в обществе, в том числе и митинги. Митинги организуются в связи с тем, что назреваются какие-то процессы в обществе, решения которых требуют массового безотлагательного решения. В данном случае митинг был посвящен защите нашей Конституции в части статьи 9, то есть защите наших исконных земель. Это совершенно важно и нужно. Но социальные процессы имеют такую особенность, что могут быть они направляемые какими-то группами, интересами, идеями. В данном случае совершенно праведные, совершенно необходимые проблемы были перегнуты в пользу тех сил, которые организовали этот митинг. А силы эти были настроены четко против власти действующих лиц. Конечно, в этой организации, в общественной организации были собраны различные лидеры. Допустим, я очень сильно уважаю лидера общественного движения, который показал себя реальным действующим авторитетом. Это Иван Степанов, это Солустан Амуран. Я думаю, было бы хорошо, если бы они стали потом и депутатами Илтенана. Но есть среди них и другие силы, которые позиционируют себя именно как оппозиция к власти, а не как защитники интересов народа. Это разные вещи. И они получили преимущество тем, что не было реального диалога с властью. Почему-то наши специально даже организованные такие силы, как ООН, ФЭ, Общественная палата, Министерство гражданского развития, депутаты и институты не вышли достойно на диалог с народом. Это их большое упущение. Следовательно, оппозиционирующие либо силы, как оппозиция, они пользуются тем, что люди вышли на площадь, гонимые, я бы сказала, гонимые своими проблемами. У нас известно, что 18% населения находится за чистой бедности. Очень много социальных проблем. Вместо того, чтобы именно эти проблемы поставить, они при резолюции, да еще такую резолюцию, что замечания к этой резолюции будут исправлять отдельно взятое физическое лицо. Некий Иванов Д.Д. Д. 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 Д Когда были настоящие забастовочные движения, наши руководители выходили на диалог с людьми, совместно решали пути выхода. Сейчас не такая ситуация, чтобы отклониться от общения с народом. Вот я только что приехал из Архангельской области, у них проблемы гораздо сложнее, чем у нас в Якутии. Мы стремимся уроновесить, добиться устойчивости нашей жизни, на ком поставлен устойчивость республики, устойчивость нашего поступательного развития. И поэтому я бы хотела, как итог этого митинга, считать, что это есть призыв к диалогу, призыв к тому, чтобы найти совместные решения назревших проблем. А проблемы созданы не на нашем уровне, они созданы на уровне федерального центра, на уровне международных отношений и, может быть, еще более широком масштабе. Поэтому не надо засекриваться, искать врагов около себя, искать, сделать себя из себя, изображать, я бы так сказала. А полицию надо выйти на конструктивный диалог и решать наши общие вопросы, общие проблемы. Мы все, как говорится, озабочены нашей устойчивостью. Ну, все якутяне. Спасибо, Ульяна Алексеевна. Это именно то, что, в принципе, многие, наверное, телезрители желали услышать, ожидали услышать. Спасибо еще раз нашему Аксакалу, нашему уважаемому человеку, Ульяне Алексеевне, что очень четко и ярко дала характеристики. И, кстати, вот на сегодняшней встрече тоже прозвучало такое, да, что я был абсолютно спокоен, потому что, ну, речь шла об экологическом митинге, а тут специальное ведомство занимается экологическими проблемами и так далее, поэтому уехал типа на это. А потом, когда приезжают, говорят, оказывается, там призывы были совсем не того толка, чтобы касающиеся природоохранных мероприятий. Давайте, Ивана, спросим, как организатора митинга, да, вот, например, организаторы митинга имели право с самого начала сказать, что митинг будет за отставку, условно говоря, действующего главы Егора Борисова, да, хорошо, имеете право, все прекрасно, подайте такое заявление, да, а почему вы сначала подаете как экологический митинг, да, а он перерастает почему-то в другое? Это вот напомнило небольшое отступление в соцсети, ну, мы все же сидим в соцсети, да, пресс-секретарь одной авиакомпании пишет, пришла журналистка из одной известной редакции, взяла у руководителя интервью, потом она, ну, написала, как, как считает пресс-секретарь, не совсем соответствующие действительные сведения, и когда пресс-секретарь пришла в редакцию, она от нее спряталась, она сидела в туалете, например, да, понимаете, это журналист, журналист это звучит Ты имеешь критиковать кого угодно, у тебя свободная редакция, да, и не надо потом прятаться, то же самое митинг, вы можете заявить ту тему, которую вы считаете нужной, а зачем надо заявлять одну, проводить другое, и еще подставлять женщину, у вас организатор женщина, зазывают другие, и потом героями у вас становятся другие, а потом административное дело опять возбуждают на человека, который поставил свою подпись Давайте, Иванович, просим Ну, да Я вас услышал Тут сразу хочется разделить все-таки Ну, во-первых Митинг был созван именно под тем названием, про которое мы и говорили Экологически? Лично, нет, там речь шла не об экологии, да, чисто там говорилось О статье 9 нашей Конституции, о первой ее части, где земля и другие природные ресурсы, значит, используются, охраняются, значит, для жизни и деятельности народов, населяющих территорию То есть, вот, я воспринимал митинг именно так И то, что там Кто-то это назвал как митинг экологический Кто-то называл это митинг Кем-то еще там против кого-то, да, то есть Я вот не вижу, скажем так Проблем в том, что митинг назывался Как бы так, довольно-таки глобально Вопрос 9 статьи Конституции Российской Федерации Вы сами понимаете, что он касается всех жителей нашей необъятной Якутии, да И касается уровня жизни жителей нашей необъятной Якутии Вот Надо признать, что есть проблемы Которые касаются практически каждого Ну, можно сказать, большинство Жителей наших земляков Это говорит уже и об уровне жизни И о зарплате Которая далеко не 55 тысяч, да Это и безработица В некоторых районах она достигает 15% От экономически активной части То есть, говоря об этих всех вещах Ну, и в итоге там еще добавив Там какие-то шаги В направлении власти Вот Это как бы было на самом деле продолжение Той политики и как бы оценка Тех, кого они считали Значит, проводниками этой политики Статья 9 Это вопрос о природной ренте Я вот сейчас как раз зачитал первую часть ее, да Что вот земля и другие природные ресурсы Значит, не влияет К ней вплотную примыкают вопросы природной ренты Которые вот Природопользователи Должны Как бы Населению республики и так далее Иван, помните Вот Лет 5 тому назад Лет 5 тому назад То ли в Торонто То ли где студентка якутянка Которая проживала там Она То ли Медведеву, по-моему Или Путину задала тот же вопрос Как вы думаете Вот У некоторых аналитиков И экспертов Да Есть мнение Что тогда федеральный центр Как раз и Ощутил какое-то Напряжение в регионе Да Которое аукается Может быть до сих пор Но на самом деле Я не говорю о каких-то Сепаратистских там и так далее И так далее вещах Но Да, на митинге Очень часто звучала там Российская конституция И так далее Про принцип двух ключей Вы говорите Может быть Да Я не эксперт Особо еще раз говорю О экономических вещах Но вот Вот те вещи Когда в 90-х годах Говорили о некой Возможной Самоизоляции Самоопределения Самостийности Может быть Такой Вот эти вещи Они звучали как брифрены На митинге Вам не кажется Просто как модератор Нет Как раз таки Мы всегда Ну Всяком случае Я А это то вещи С которыми шутить С кем я общался У нас Все исходило Как раз таки От этой статьи Статья 9 Конституционерской Федерации О том Что Ну каждый Житель Каждый народ Который проживает На нашей территории Вот на нашей с вами Общей территории Да Многонациональный народ Он имеет право Чтобы Природные ресурсы Земля Использовалась Именно во благо Их жизни И на самом деле Такой опыт у нас Уже был В 90-х годах Да Вот Переломный момент Был в 2006 году Когда вот Было подписано Соглашение У нас же был Все таки Федеративный договор И на основании На основании этого У нас была Экономическая А значит База Для того чтобы Наш бюджет Был действительно Это сейчас Он дотационный Тогда он был Донором Вот И Вот эту Трансформацию Из богатой Республики В то состояние Которое сегодня Это 46 миллиардов Госдолга То есть Вы все это прекрасно знаете Экономические Именно факторы Вот это же Все люди видят Не важно Не от того что Кто-то об этом Озвучил на митинге Не важно что Кто-то там В Торонто сказал Или еще Это все начинается Чувствоваться В любом доме В любой квартире Иван Я как тоже Модератор скажу Сегодня об этом Тоже звучала речь Да мы тогда Отдали 8,5 миллиардов По тем Мировым соглашениям Которые Вы упоминаете 2006-2007 Годы Но по результатам Вот в 17-м году Должны были Закончиться арендные платежи По НПО Якута Алмаз В 17-м году Потом все Ноль Иван Ноль А между тем По вот этим Мировым соглашениям В 16-м году Я понимаю Что это не те 8,5 миллиардов Но порядка 16 миллиардов Отчислений Из федерального бюджета 16-ти Если даже Проиндексировать Стоимость Доллара И так далее Если просуммировать Все те года По которым Действовало Это мировое соглашение Ну тут Я не знаю Тут как бы Рака за камень заводим Дмитрий Вся пикантность В том что Оспаривается Сама легитимность Подписанного соглашения Об этом Николай Анкетич говорил Седалищев Да Обоснованно Показывал документы Готов был Разговаривать Вот на этом бы уровне Конечно же Лучше встретиться Властям С нашим республиканским Властям С Николаем Анкетичем Да С его документами Ознакомиться То есть Он утверждает Что это соглашение Было Незаконным Его следует Об этом даже просили Владимира Владимировича Путина Да Отменить Потому что Во-первых Подписывал его там Не тот Которого Значит У нас Утверждает Наша конституция То есть Это должен был быть Только президент Нашей республики В то время А это подписывал Всем другой человек Под его доверенность То есть Такие вещи Они дают надежду народу Что оказывается Ребята Да Действительно Мы тут Много Отдали Но Хопа Мы же Это все Можем отменить И опять У нас появятся Какие-то Возможности И ЖКХ Вот мы же Сейчас вынуждены Нам предлагают Продать долю Алросы Для того Чтобы Закрыть Долги По ЖКХ Вот Прямая зависимость Вот она А если мы Этот вопрос Решим сразу Ну конечно же Это всех радует И конечно же Все мы ухватились За это И мы Надеемся Что мы Добьемся Давайте сразу После рекламной паузы Которая неизбежна На канале НВК Реклама Прямо сейчас И Мы возвращаемся Вот К попытке Анализа Того что Произошло Девятого На площади Дружбы народов И Сразу хотелось Вот то что Я с вами В соцсетях Обменялся Вот когда Представители Оппозиции Победно Заявили О трех тысячах Вышедших на митинг Да У нас Была предпринята попытка Сразу Вот этот миф Немножко опровергнуть Потому что Неделя раньше Я проводил На этой же площади Мероприятия На котором Одновременно Два Семьсот человек Было собрано И сфотографировано И это Ну расходилось Скажем так И в связи с тем Что там Присутствовал Значительный контингент Скажем Сил правопорядка Которые работали На митинге И так далее То есть Вот эту вашу Вот тысячи двести Да Она максимально близка К объективному Она не есть Объективно Возможно Но тысячи сто тысячи С лишним Я вот насчет Вы говорите Недра принадлежат Всему многонациональному народу И так далее Почему вот этот митинг Прошел На Оно национально Вот Олег Маклашов Да Является Председателем Правления Общественного движения Уранхай Да Все верно Да Тоже был на митинге И Заметил Что многие Русскоязычные Люди Они попросту ушли Не Получив первые 20 минут Было довольно холодно Да Первые 20 минут Каких-то внятных положений Ну даже Не то что внятных положений На русском языке Да Возникло разочарование Потому что люди пришли Хотели услышать То что было написано Ну по ватсапу Рассылки шло Да Там Было много Ну достаточно Молодых людей Да Моего возраста Плюс-минус Несколько лет Да Но Спустя да 15-20 минут Люди начали расходиться По той простой причине То что Ну получили разочарование И не услышали И не увидели То что хотели услышать Во-первых Зажигательные песни Которые там Должны были Заставить людей Поближе Придвинуться к сцене И Услышать Начало Для чего это все собралось Они наоборот Как-то Расслабили народ Народ Потерял сразу Интерес к этому всему Я Ну вот честно говоря Тоже испытал разочарование И не увидел Ну То ради чего пришел Мне интересна Судьба города Мне интересна Судьба республики Но В тезисах Которые были озвучены В рассылке Предварительно То что было ожидалось С плакатами там нарисованными ЖКХ Тарифы и так далее Совершенно Сразу другой Посыл пошел То есть Все сразу Было Поставлено В клинки Именно против руководства Против Вообще Всего-всего-всего Все плохо Хорошего ничего нет Давайте В конечном итоге Пришло к тому Что всех свергнем Я хочу вопрос задать Да Иван Вот Непонятно Резолюцию Как принимали Да И кто подписывался За Под резолюцией И Вы тоже Такого же мнения Как В оставку Нашего избранного Главы республики Вы тоже Такого мнения Сразу я попробую Ответь на три человека На вопрос трех людей Ну во первых Там по количеству У меня вообще не критично Там тысячи двести человек Было Тысячи пятьсот Мне тоже Я просто Я работал Как бы общался С сотрудниками полиции Они мне говорили Что там Ну До двух тысяч Как бы не доходило Потому что у нас было Разрешение всего на две тысячи Я наоборот Думал Хоть бы их не было Больше двух То есть как бы Я переживал Чтобы митинг Не дай бог Не перешел Я поэтому модератором стал Чтобы как бы следить Если что Реагировать И как-то Для меня главная Законность Для меня это тоже не грех Это просто Ремак Что касается Да Олега Действительно Ну скажем так Не все на якутском было Да Там очень многие говорили На русском языке Я лично говорил Только на русском Да Вот Но так получилось Что очень многие говорили На своем родном Потому что Им было удобнее Об этом говорить Я не говорю Что это плохо Да Я говорю То что был посыл Не именно на проблемы Ради которых были собраны А посыл был именно Сразу направлен на то Что Все плохо Давайте снимем Президента Давайте всех изменим То есть говорится О посыле Да Пускай на родном языке Кому-то удобнее На якутском Кому-то удобнее На русском Разговаривать И молодцы Вы то что Вели на русском языке Да Потому что Аудитория Понятное дело Больше Были не только молодые Которые уходили Но и взрослые Люди Потому что Основная категория Людей была За 50 За 60 Вы собрали людей Те которые были Старшего возраста И которые пришли Именно услышать Те проблемы О которых вы написали То что Об этом уже говорилось Здесь Что именно Социально Слабое звено Нашего населения Оно услышало То И Ну видимо Не знаю Сформировалось Такое мнение Что именно будет Поддержка Именно в этом направлении А оказалось Ну вот Правильно тоже Задали вопрос Как это вообще Расходится Ожидание и реальность Получилось Вообще Абсолютно Совсем другая И резолюция вообще Совершенно другая И кто это все готовил Олег Что касается того Что картинки Были не соответствующие Вашему представлению Об этом митинге Да И конечно же Здесь Ну Мы Не Не готовили Людей То есть мы не говорили Завтра ты придешь С таким там Плакатом Да Вот у тебя должен быть Пожига хаутер У тебя должна быть критика Власти У тебя там что-то Такого не было У нас было название То что Значит 9 апреля Пройдет такой-то митинг И там значилось Что это Основная тема Это обсуждение 9 статьи Конституции То что там Вы увидели картинку И это вас Очень сильно разочаровало Ну что я могу сказать Попросить прощения Что я вот Не смог Как-то повлиять на это Да На меня не было Такой задачи на самом деле Да Простите прощения Нет в этом смысла Просто Изначально Вот об этом говорилось Уже То что необходимо Было задать тон С трибуны Поскольку Что касается И были Если стояли люди Которые не соответствовали Тому о чем вы хотите Разговаривать с народом Нужно было сказать То что вот эти люди Они пришли сами Это личное их мнение И к тому что мы сейчас скажем Это вообще расходится И в конечном итоге Если уже резолюция была подписана То нужно было тогда И изначально сказать Это то же самое Что мы ведем к тому что Дмитрий бы сейчас стал бы И сказал бы Ребята Вот если бы все сидят Это все люди представляют Своё личное мнение Поэтому К вам не как к модератору Это вообще никакое отношение Не имеет То есть Это так же глупо Было бы выглядело Если бы я там Разве Иван А разве не так Я еще раз Вас как частных лиц собрал Которые имеют отношение К данному вопросу Вот именно Что вы даете нам право Высказывать свое мнение А тут Олег Как бы мне намекает На то что я как модератор Должен был искать Вот эти товарищи Они не разделяют мое мнение Да Но там У нас в правлении тоже Как говорится Много разных сил пришли У меня была идея такая Что самого КОС Это объединение Всех здоровых сил Вспублики Которые не были услышаны Властями Вот Я так вот воспринимаю А что касается Вот вопроса Чикур Как рождалась эта резолюция И кто ее подписывал Как принимались На митинги Кто подписывал Может митингующие подошли Подписали Или как-то простым голосованием Это утвердили Кто вообще использовал Митинг В своих узкополитических целях Там картина была такая Что от холода Все ломанулись подписывать Потом открывали Ой А что мы тут подписываем Ну согласись у вас На самом деле Подписи собирались От окраски по вопросу ЖКХ В этом ничего крамольного нет Подписи собирались В поддержку Против федерализации Ленских столбов В этом тоже В принципе ничего крамольного нет Подписи собирались В подписи В поддержку изолюции Там не собирались Там озвучивались Вот эти пункты Резолюции На которые там Соответствующие Пришедшие люди И кстати там Вы считаете Что там пенсионеры Не собрались Там старики На самом деле Там было Наверное Процентов 80 Сколько там Мужчин Это вот показательно И они проголосовали За эту резолюцию Они своими Возгласами Криками Как вы себе представляете На митинг Кто приходит По такой тематике Наверное не те Которые говорят Ой как здорово Как все классно Они туда приходят С проблемами Люди Уставшие От каких-то проблем Которые столкнулись С этими Они не получают Скажем так Центральных Средств массовой информации Подобную Информацию Подобной Тональности И тут Как будто такая Отдушина Где они могут сказать Ребята Вот посмотрите на нас Это есть проблема Обратите на нас внимание И вот правильно Сделайте Что вы обратили На это внимание На событии Которые днем раньше 8 апреля Происходили Вилтумен На круглом столе Когда Один из организаторов Начал оперировать Абсолютно категориями Такими страшилками Типа там Номер один Онкологических заболеваний В России И так далее Там же Достаточно Вескими доводами И аргументами Дали понять Что это не так Кстати Ольга Валерьевна Балабкина Сказала Что Соустана Вот вы ошибаетесь На самом деле В Вилюйской группе Не так все страшно А есть Наши Наши республики Районы Улусы В которых ситуация Намного страшнее И И она На порядок Даже По пунктам Там даже Стоит В худшей ситуации Чем Тот Улус Те Улусы Которые вы назвали Мне стало интересно Все таки Есть оказывается Информация В руках Ольги Валерьевны И надеюсь Она в ближайшее время Своим избирателям Расскажет Вот эту таблицу Покажет Потому что Мне очень интересно В последнее время Таких данных Нигде не публикуется И поэтому Я допускаю Что может быть Соустаном Иран Не имея Достоверную информацию Которую предоставляют Органы В том же Например Здесь Законодательных органов Власти Они не обеспечили Такой информацией Можно я скажу Своё мнение По митингу Я согласен С Ульяной Винокуровой Что она действительно Подразумевает Что вот Люди пришли На другой митинг Пришли защитить Свои недра Пришли Услышать Что там Будут предприняты И так далее Пришли Скажем По другой цели А им Зачитывают Другую резолюцию И мне кажется Это Введение В заблуждение Людей Которые пришли На митинг А потом Еще позиционировать Что Резолюция была Принята Как бы Люди подписались И сейчас же Ватсап Так же гуляют Все митингующие Пришли Сказали Что долой Там Борисова И так далее Но Это какой-то мере Мне кажется Какая-то уловка Я почему говорю Ускополитические Цели Заманить Заманить Осветлать Протесты Настроения Сейчас в России Протесты Настроения Навальные Митинги Проводит Специально Зовет Какие-то Незрешенные Места Люди Эти услышаны Получается Люди Хотят Сказать Своё Слово Пришли Но Немножко Их Даже Немножко Их Обманули Обманули В частности Чтобы Использовать Своих Это можно Я скажу Наверное Предвыборный Пиар То что Это была Предвыборная Идет Готовка К Компании Они же Не скрывают Товарищи Не скрывают Некоторые Товарищи Этого Не скрывают Действительно По поводу Соглашения По поводу Опять же Обращения Владимира Владимировича Путину Опять же Подозрения В кавычках К коррупции Егора Фанасьевича Есть Другие Совсем Хорошие Законные Методы Зачем Писать Кляузу Путину Можно Если Есть Подозрения Обратиться Следственные Органы Есть Установлены Законом Порядок Отзыва Действующего Главы Есть Есть Такое Второе Если Есть Вопросы По соглашению Которые Подписаны В 2003 Году В 2006 Году Если Есть Вопросы Пожалуйста Обращайте Суд И Отмените Это Соглашение Тем более Говорят Законные Основания Есть Готовы Общаться Пожалуйста Пишите Есть Такие Моменты Которые Можно Было Сделать Не Ораторствую На Митинг Нет Другая Людей К Тому Чтобы У Нас Другое Дело Что По Этим Мировым Соглашениям Республика На самом Деле Может Быть Объективно Мы Ждем Сейчас Публикации От Виталия Обедина Который Который Мы Сегодня Прямо Апеллировав Глава И Сказал Подумать Что Вы Экономическую Часть Изложите И Это Что Поменяет Это Характерно Для Оппозиции Для Политиков Вообще Не вдаваться В какие-то Частности А взять Глобализировать Популиськими Этими Таковы Когда Сумма Измеряется Допустим 16 миллиардов У вас же Это Немножко Это Вызывает У меня У нормального Человека Я не привык Больше 30-50 тысяч Держать В руках Эти миллиарды Меня в ступор Водят А когда Начинают Оперировать Построенными Больницами Построенными Школами Я не знаю Телеграфными Столбами Километрами Оптики И так далее Вот это Мне понятно Согласись Понятно Я претензий К самому Митингу И в Валерию Завелению Люди пришли Был Митинг против Гектара Был митинг Против Газахимического Завода А я Например Буду защищать Организатора Я имею претензий Именно к резолюции И как она Была принята Резолюция В конечном итоге Мы поняли Не была принята То есть Это было же Подписали по ЖКХ Тарифы Подписали по Недрам Других не было И вот эти вот Отвержения То что резолюция Была принята Это значит не принято Я правильно же вас услышал Резолюция принимается Вообще На митингах Там Не вот так вот Побежал этот листочек Да Подписной Ой мы собрались Только подписей А не после митинга Нет Тут же у них спрашивают Основные тезисы Вы с этим согласны Тебе керчат Да Ты тоже подписываешься Под этим обращением К Путину Вопрос прямой И каверзный Честно сказать Вообще у меня позиция такая Выборы Выборы Когда весь акцент Ставят на выбор Этого человека Другого человека Он По сути Это обман В том Что переносятся акценты Мы должны Если говорить О Уважаемом Егоре Фанасьевич То мы должны требовать Его каждый день Не только во время выборов Не только на митингах Не только апеллируя К высшему И к депутатам нашим Илтумена Не только говорим Ах ты какой-то Нехороший человек Мы тебя через 5 лет Не изберем Мы изберем Честного Хорошего человека А потом проходят Эти 5 лет И мы Все такие Знаете Чувствуем себя обманутыми Черт побери Мы опять выбрали не того И он опять отвернулся от нас Так вот Я предлагаю Не ждать Когда придет Какой-то честный Новый человек Да Нам нужно Требовать С тех Кого мы выбрали Чтоб им было Не весело От того Что они туда выбрались И чтоб они Выполняли то Что они должны сделать Иван Если в отставку отправят То от кого будешь спрашивать Вопрос Другой честный человек придет Нет Именно как раз и получается То что как раз придет Другой честный человек Который все исправит Нет Иван Иван А как же быть Со 180 Пардон С 6 тысячами Да Избирателей Республики Которые составили 58 Целых 0,8% Проголосовавших За главу В 2014 Году В 2014 Году Я работал В то время В штабе Березкина Возглавлял штаб В Амгинском районе Мы там продуктивно поработали Несмотря на все Я еще раз говорю Но тем не менее Эти результаты Я их принимаю Вот Было там сколько там 186 тысяч Значит вам Это уже наш президент Наш глава Нет А в чем проблема Ну Проблема Для меня нет Ну Пробовали они Отставки Например Избранного главы Да Ну Коммунисты Каждый митинг Требуют отставки Там Этого Медведева Например Все время Это у нас как бы Митинги в России Идут везде О чем вообще На митингах говорить Да У нас оппозиция Впервые Прилала митинг Там были свои плюсы Свои минусы Например Минусы Они наверное будут Как-то возьмут на вооружение Прислушиваются К каким-то пожеланиям Да Одним из минусов Было то что вы Вот я как руководитель СМИ Я предоставляю трибуну Разным людям Про и контр Например Да Разным мнением А вы людям Не предоставляли слова У вас был некий Какой-то шорт-лист По которому вы давали слово Да А другие Которые пожелали высоты Вы им не предоставляли Вы учтете на будущее Вы учтете это на будущее Я имею ввиду Иван Почему задвинули Бачуэлла Объединилась Она дала митинг Она потребовала Все нормально А в чем проблема Получилось так Что у нас Выдав его за нетрезвого Я понял При всем скажем так Не симпатии Петра Револьдович Господин Бачуэлл Товарищу Бачуэлл Не пьет человек У нас было Всего на все проведение Два часа Ответственность За нарушения По срокам Проведения митинга Очень большие Вплоть до 300 тысяч Да У меня Как Так зачем кивать на мерею Как у человека Который хорошо относится К организатору митинга К селстане Мранда Была Идея Давайте ребята Мы уложимся В эти два часа А вы знаете Как быстро время течет Вот сейчас Этот час Наш общение Он пролетит незаметно На митинге Желающих выступать Среди наших сторонников Было очень много Поэтому мы естественно Ограничили этот круг А не потому что Нам показалось Нас ограничивают Ограничивают По времени Были ограничены Давайте еще раз Проведем митинг Очень показательно Кстати Вот как вы сказали 186 ты принимаешь А ты принимаешь 15 тысяч человек Которые подали заявку На дневосточный гектар 15 тысяч Наших с тобой Соград Я принимаю все Что делается законно Но я Но я сразу скажу Если вы хотите По закону То есть порядок Законного отзыва Главы субъекта Почему не идти По этому пути Почему вот А потому что Будут выборы Вечная мерзлота наша Это может растаять И тут начнется Вырубка лесов Грязный пиар Поэтому нужно Этот закон устанавливать Есть время до рекламы Чуть-чуть есть Давайте мы начнем До рекламы Потом после рекламы Закончим Потому что Основной контингент Пришедший На этот митинг Был Скажем Из епархии Петра Ариольдовича Добрый вечер Всем телезрителям Поздравляю всех С Днем Космонавтики Разумеется Я как Представитель Правоприемник КПСС КПСС Российской Федерации Мы конечно Всегда говорим Об индустриализации Мы всегда Шли к индустриализации Космос И так далее Но это все наше После 25 лет Пока не стало Союза Я думаю Что это Временное явление Ну Россия То на стол Положить то нечего Современной России Все Индустриализации Проходили только Через нас Это мы Говорят Заявляем Гордо И Отчетливо Все через нас Поэтому Сегодня то Что например Мы вот Как бы Тот Митинг Который Был заявлен На субботу Мы кстати Тоже Восьмого Заявляем Когда мы проводили Субботу то был Антитеррористический Мы проводили Нет До этого тоже был у нас Митинг свой Там тоже пришло Где то около 180 или 200 человек Я был командировки Просто не присутствовал По ЖКХ был вопрос Да Поэтому Например Когда митинги Вот эти Происходят Петр Иванович Давайте сразу После рекламы Вернемся к вам опять Хорошо Вы день космонавтики Петр Иванович Депутат Государственного собрания Говорит что Космос его И дороги его И так далее Но согласитесь Что контингент Который пришел Началось да? На митинг Который пришел Началось уже Да началось Первые ряды Стройные Это были ваши избиратели Согласитесь? Вы не думаете Что они Немножко Немножко Были обмануты Давайте вот Немножко Конкретно Теме без космоса Вы по субботнему Да? По воскресному По воскресному Митингу Да вот смотрите Вообще вот Когда происходит Митинги Да Ну мы допустим За зиму Четыре или пять Митингов Точно провели Так? Мы всегда проводим Это наша Так сказать Трибуна Которая Говорящая К властям Обращаться Последний Например Ну туда приходят Десять человек Последний митинг Который мы проводим Неважно сколько Приводят То что мы проводим Это сто процентов Да? Ну Придем к тому Что это уже скоро На несколько десяток тысяч Уже Прибавится Я вам обещаю Вот смотрите Вообще Когда Идут выборы Да? Вернее Идут митинги Ну конечно Это надо всегда Придерживаться Законодательства Это сто процентов Вот мы например Я всегда Например На митингах Своих Отвечаю За свой Митинг Как Ну Человек Ведущий идеологию Да? По нашей партии То что касаемо Например Других там Плакатов И так далее У нас Разумеется Мы Несколько раз проводим Поэтому у нас Полиции Как бы Таких нет Никогда Акцесса Потому что Мы все Делаем в рамках Закона И поэтому Например Тогда Например Ну скажем Так Новички Вот да Вот В воскресенье Проводили Скажем так Да? Ну это Несколько Конечно Не заступаясь Проводили Новички Так скажем Ну Например Когда На площадях Имеется ввиду Они проводили То что там Селах И так далее Это конечно Я участвовал Кстати тогда Да? По химзаводу И так далее По гектару земли Но Вот Сегодня то что происходит Вообще На площадях Да? Конечно Вот Восьмого Тоже мы проводили В Москве По росту цены И так далее А что Сейчас по карману Что ли Да? Кому-то Например ЖКХ Сейчас например На том месяце У меня стоило Семь триста Сейчас стало Восемь четыреста Аж на тысяча сто Подскочила Да? Цена Тем не менее Зарплата не выросла Но Тем не менее Людей Один из призывных моментов Был такой С первого июля Повысятся услуги ЖКХ Если вы придете И подпишите Этого не будет Да нет Согласитесь Да нет И поэтому Например Когда В разумительной В разумительной части То что например Происходит на митингах Да? Ну конечно На это надо обращать Всегда внимание Со стороны властей Имеется ввиду Да? Поэтому Если вы хотите Быть услышанными Говорите Всегда надо Относить Туда Кстати По дальневоческому Гектару Я сразу сказал Это обыкновенное Шоу Ребята Успокойся Никто сюда не приедет Вы Ерундой не занимайтесь Просто вы Людей Как бы В заблуждение Водите Может быть Человек хочет Заниматься Да? Ну может быть В действительности Тысячи человек Дадут Да? Ну хотя бы Там 10 Фермер Человек Получит Эту землю Да? 10 останется Там на своей земле Имеется Работать Да? Ну это было бы Прекрасно Потому что Ну уже Требует Время Заниматься Сельским Хозяйством Раз уж Речь пошла По дальневосескому Поэтому Вопрос такой Я тебя Иван Не мешал Я спокойно Слушал тебя Поэтому Например Когда вот Эти митинга Происходят Идут Там Всегда Надо прислушиваться Разницы нет 10 человек Или тысяч Человек Потому что Уже Назрела Какая-то Проблема Мы туда Пришли Правильно Если бы Например Слушаются К вам прислушались Власти Конечно Поэтому Например В 2001 Году Когда Говорили мы О частной Собственности Земли Да? Ведь Коммунисты Только Прогласовали Против Против Часной Собственности Земли Поднимите Протоколы Тех Пленарных Заседаний Мы только Голосовали Против Государственной Думе И когда Принимался Закон Больше всех Орали Что вот Дальневосточный Гектар От каких-то Там Скажем Политиков Да? Заглядываешь Туда Да он же Голосовал Да что это Такое-то Поэтому Ну как-то Вот Нечистыми Такими Приемчиками Пользуются Да ребята Депутата Вилтумена Можно вопрос Непонятно Да вот Такой вопрос Не надо Нужно Давай Потому что У нас Вопрос Я же Тебя Не спрашивал Здесь Вилтумене Лежит закон Отзывается Об экологической И социальной Ответственности Компании Недропользователей Ясоавтор Почему Она до сих пор Не принята Ясоавтор Каждая компания Должна регистрироваться Именно в республике Деньги должны Оставаться здесь Они из России Никуда не уходят Здесь никакого Сепаратизма нет Но деньги должны Работать достойно Для нас А у нас Какие-то приезжие Работают Не копейки Копейки платят Это же ненормально Вот почему Вы нам объясните Пожалуйста Почему этот закон До сих пор не принят Не принят Ну то есть Как бы Не вошел На работу Даже не в работе Кстати У нас 4 минуты Остается Мы его Сдали В апреле 2016 года Да В апреле И он Пока Целый год Так скажем Меркул Я думаю Что он все таки Будет принят Принятая экологическая доктрина Согласно Вот этого И разумеется Она будет приведена Соответствии Проект закона Вот это именно Экологическая И социальная Ответственность Я думаю Я думаю Я думаю Что в конце 2017 года Я думаю На Петре Иольниче тоже Доля ответственности Оказывается Из-за Вот Те мероприятия Природоохрана И прочее Которыми Он поддерживает Я вообще Мне нравится Его точка зрения И вообще Его позиция В Илтумене Но вот я Считаю Что Илтумен Тормозит Этот закон Им сверху Или кто там Не позволяет Это делать Мне просто Было стыдно Когда там Илтумен В Илтумен Ну илтумен Тормозит Ну илтумен Немного чего Не так делается Они пытались Провести закон Чтобы не было Выборов Прямых выборов Глав муниципалитетов И так далее Например Не значит Что там Все правильно делается Вот мы о митингах Говорили Вот прошел митинг Который привлек внимание Вот таких митингов Должно быть много Когда количество Перерастает в качество К людям прислушаются Как сегодня глава Сказал По химзаводу Например По химзаводу Когда пошел Такой резонанс Когда люди Из Заречья приезжали Из Вилюйской группы Что они привлекли Внимание Сказал Вызвал к себе правительство И сказал Вы видите Людей это задевает Людей это задевает И поэтому этого не будет Кстати спасибо главе Что он остановил Этот проект В селе Майя Когда население Выпросило Он принял решение Именно в Меганганглазском Правении Остановить Потому что там действительно Ну и с точки зрения Вечной мезлоты Ее Другие вопросы Может быть мы все таки Попытку анализа закончим Я с тобой согласен Я на пацанский язык Может немножко перейду Одним словом Отмазки Ладно Не суть Попробуем давайте У нас очень кратко Сжато Прямо вот сжато На самом деле Это Митинг Это хорошо Я со всеми согласен И все это поддерживают Что митинг хорошо Это значит Люди мыслят Думают Видят Хотят что-то изменить Но Вот эта резолюция Это В моем понимании Это прям вот грязный пиар Это вот Вот прям вот Посмотреть на Украину Извините Я вспомню это Нельзя этого допускать Человек губернатора Мужской области Нельзя делать Вот Прикрываясь одним Какие-то Другие непонятные вещи Вот простым людям Усталость от власти У всех есть Это мы все понимаем Прекрасно Но когда благими целями Прикрываются Какие-то Вот эти вот Непонятные Предвыборные агитации И на Слабом Именно Каком-то Месте Настаивают То что нужно Прийти Поддержать Слабые места И улучшить их А тут оказывается То что резолюция Ну Против отставки Против правительства Это плохо Это неправильно И усталость будет уже Не от правительства А усталость будет уже От организаторов Митингов Сегодня вас услышали А завтра Ну просто вас не услышат И не придут Потому что будут знать У меня в ухе живущий режиссер Уже 30 секунд Подает Даже 20 секунд нет Давайте я подытожив Подытожив Итог Петр Револьдович Мы очень долго молчали Надо было вклиниваться И говорить Все-таки это формат передач Обуславливать Культуру-то и видение Это все равно надо проводить Я понимаю Но у нас Эфир У нас прервется эфир Понимаете Продолжайте Я хотел бы вот что сказать Все-таки Наверное Нужно учиться Прежде всего считать Да Вот эти природные ренты И так далее Вот эти все На те же мировые соглашения И так далее Нужно Вот этот эффект Вот то что Обедину было поручено Рассчитать эффект Возможно И так далее Не попрошено Попросить Да Попросено У Виталия Обедина Все-таки Когда мы научимся считать Да На каждом объекте Если будет стоять Вот на школе У Ивана Шамаева Будет стоять Звездочка Да И там будет написано Построено на деньги Вырученные От приватизации Якут-угля На каждой Районной больнице Когда будет такой Вот значок висеть Вот тогда Может мы научимся Считать Иван Вот тогда Может когда Каждый телеграфный стол Будет учтен И так далее И на какие Могильная плита Этот объект Построен От приватизации Такого-то нашего Золотонесущего Экономическое Состояние Еще раз говорю Я против Приватизации Наших государственных И республиканских Важно Мы попытались Сделать попытку Анализа У нас опять Как всегда Не хватило времени Увидимся Увидимся